Война, к сожалению, но придет в каждый дом. И бить будут по нашим территориям дальними ракетами. Будут бить, уже это понятно. Путин даст заднюю. Врать себе надо прекратить уже. Сейчас Украина активно работает над тем, чтобы США наконец-то позволили бить вглубь территории РФ. Наши власти уже передали американцам список целей в России, которые будут атаковать в случае такого согласия. Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне совершают. Поэтому я надеюсь, что они нас услышали, сказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Не знаю, как Штаты, но пропагандисты точно услышали и уже все встревожились. Министр обороны Украины Умеров таки представил Пентагону для согласования список реальных целей на территории нашей страны. Причем в Киеве просят разрешить наносить удары не только со своей территории, но и с оккупированной части Курской области. Аккурат во время визита украинцев в Вашингтон, в Wall Street Journal, выходит статья вот с таким заголовком. Смотрите. Ядерное оружие всегда останавливало вторжение, но Украина показала, что это не так. Ну, о ядерном оружии и новых угрозах от РФ еще поговорим. А вот что касается списка целей, то россияне действительно обеспокоены. Некоторые из них рассказывают, что Украине уже дали такое разрешение, а некоторые даже знают, куда скоро прилетит. Задача вот этого удара дронами было обновление карты размещения нашей системы ПВО. Они проверяют, где у нас что стоит. А основные удары пойдут немножко позже, в том числе и с использованием новых дронов. И все это укладывается в ту бумагу, которую передали в США. Это вот этот список, он насчитывает больше 60 объектов, разделенных на три блока. Так а им дали это разрешение? Им предварительно дали, но не по всем объектам. Андрей Владимирович, у вас, опять же, извините, что перебиваю, ваша информация про предварительно дали не по всем объектам, она абсолютно не соответствует той информации, которую сейчас распространяют и официальные лица Соединенных Штатов. Они все врут. И о чем сами? Они все врут, Андрей Владимирович знает. Андрей Владимирович знает. Значит, вы увидите это через две недели уже примерно. А почему такая избирательность? Избирательность связана с тем, что там список разделен на три части. Огласите. Первая часть. Ну, весь список я не могу сейчас оправдать. Ну, не весь, хотя бы по тематическим разделам. Тематически первый раздел – это военные объекты на территории Российской Федерации от Крыма до Смоленского, условно говоря. Военные объекты – это что имеется? Это военные аэродромы, это склады военной техники и вооружений, это основные места размещения нашего воинского контингента. Вторая, значит, вторая часть списка – это объекты НПЗ. Их там 16, если я правильно помню. И третья – это объекты инфраструктуры. И для меня было интересно узнать, что впервые, может быть, за это время в объекты инфраструктуры вошли мосты через наши крупнейшие реки, включая Волгу. Какие удары по мостам по Волге, если мы видим, как трудно нам разрушить мосты на Днепре? А как они смогут это сделать? А у них вундервафли. Всерьез? Я это обсуждать просто не готов. Ну, что касается мостов на России, то тут и у меня есть сомнения. Но аэродромы и НПЗ вполне вероятны. Кстати, Ройтер сообщает, что США все же приблизились к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России. Но Киев должен ожидать несколько месяцев, поскольку американская сторона все еще решает технические детали. Они не отказались от идеи. Зарвать Крымский мост, прорвать нашу оборону, перерезать сухопутный перик и выйти в Крым. Они не отказываются от этих идей. И что им дают для этого? Все, что угодно. И они получат разрешение на использование штормшеду в глубине России. Хотя сейчас мы видим, как, извините, вокруг Курска что прилетает? Вот. Немецкие танки вовсю немцы говорят. Это не мы, нет. Поляки наслаждаются, что предоставлены ими танки на русской земле. Боррель заявляет, что нет, это очень важно, носить удары вглубь территории России, потому что это приближает мир. Но давайте возьмем эту логику наоборот. Тогда уничтожение штаб-квартиры, НАТО и всех прочих, по идее, по логике Борреля, должен тоже приблизить мир. Наша Родина в опасности. Вот если сейчас это не понять, каждому гражданину Российской Федерации... Интересно, а почему же эта ваша Родина вдруг стала в опасности? Возможно, потому что ваш психически больной президент решил напасть на чужую страну? На страну, которая не сдается. На страну, которая защищается. По данным Reuters, действительно ожидается, что осенью ракеты класса «Воздух-поверхность» Джасом внесут в новые пакеты военной помощи Украине. Эти ракеты могут кардинально изменить стратегическую ситуацию на фронте, ведь они способны поражать цели на больших расстояниях, охватывая значительную часть России. Как говорит Скобеева, достанет и до Москвы. В США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров. То есть способна бить по Москве. Политико пишет, что Байден открыт к передаче этих дальнобойных ракет. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракету с ее истребителем. Понятно, что в момент передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Вот только представьте, насколько это оружие облегчит нам с вами жизнь. Пока же действуем своими способами. Вот я читаю утренние сводки. Вы меня, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело сё, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников? Может, хватит уже дурить? Врать себе надо прекратить уже! Прекратить себе врать! Ты, Соловьёв, тоже прекратил бы уже, наконец-то, врать. Кстати, еще один пропагандист Шах Назаров уже прямо обвиняет российское руководство во лжи. В коридорах власти присутствует, мне кажется, некое такое ощущение все-таки, что как бы сохранить вот эту иллюзию такой мирной, спокойной жизни, и как-нибудь это все обойдется, и какое-нибудь будет перемирие, и, так сказать, не надо беспокоить. Ну, можно там вот YouTube затормозить, да. Опять тоже какая-то непринципиальность. Ну уж тогда закройте. Тогда уж скажите, все закрываем. Нет, не закрываем, просто тормозим, неизвестно кто вроде. Вроде какие-то там эти, так сказать, эльфы. Они этим занимаются, вроде это. Хотя при этом все равно все знают и читают, потому что для этого кому надо, и так прочитают украинскую эту пропаганду и все такое. Но я имею в виду вот такое ощущение, что вот какие-то вот вещи все время не договаривают, замалчивают, не ставят. Ээээ, что-то у пропагандистов вообще морды скисли. Да и на их так-шоу постоянные фестивали биполярки. Ибо сначала истерические призывы к ударам по Европе и США, а теперь такие же истерические, но крики о собственном бессилии. Ситуация действительно опасная. Они не остановят войну. Она им выгодна. И бить будут по нашим территориям дальними ракетами. Будут бить. Уже это понятно. И Зеленский не пойдет ни на какие перемирия, ни на какие переговоры, если кто-то думает, что вот будет какая-то ситуация, что он пойдет. Нет, не пойдет. Ни при каких условиях. И Запад не пойдет. А зачем и Западу это надо? Ну, надо искать. Я бы на их месте тоже не пошел. Я, кстати, если в логике западной мировоззрения, ну, они действуют очень правильно. А что мы все время их осуждаем в этом смысле? Ну, мы, конечно, должны осуждать, но я имею в виду. Ну, понятно. Вы попали, ребята. Вот они говорят. Вы влипли? Вы влипли. И мы будем делать, пока мы вас не добьем. Да, мы действуем правильно, потому что с моральной и юридической точки зрения Украина имеет полное право перенести боевые действия на территорию России. Каждое государство имеет право на самозащиту. И это право не ограничивается границами. Они сейчас все доступные ресурсы будут использовать для того, чтобы свои цели достичь. Ну, почему они тогда делают это медленнее и в меньших объемах? Смена власти в России. Хорошо. Почему они тогда делают это медленнее? Ее максимальное ослабление. Это маниловщина какая-то. Как говорили, почему они делают это медленнее? Деньги выделяются в меньших объемах, если вот эта цель, как бы, она становится все ближе и ближе. Надо же тогда давить. Послушайте, мы слышим о том, что они медленнее, что они хуже, что они устали все последние годы. Я могу перечислить, каждого, кто здесь сидит, кто это говорил, кроме меня, кстати. Каждый говорил. И вы говорили, и вы, Иван Сергеевич. Так это правда. Все время. Нет, это не правда. К сожалению, они продолжают. Они всерьез думают, и здесь они абсолютно правы, что если они уступят Украину, и если, так сказать, сбудется то, что называется целями специальной операции, то следующей угрозой окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО. А устроить какую-нибудь провокацию, типа руки прочь от русских школ, да это элементарно. Им Путин уже объяснял, там последнее, это было с главного ряда, что с ума стучал по столу. Вы с ума сошли? Мы что, хотим с НАТО воевать? Путин неоднократно заявлял о том, что никаких вторжений в Украину не будет. Это неоднократно заявлял. И происходило это... А у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. А вот войск 24-го туда был. Путин говорит, что мы оккупировать не будем, и мы не оккупируем. Давайте мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР, и после этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию, лично вы, дадите гарантию, серьезно, да, что следующим этапом не признают еще что-нибудь. Очень хорошее. Обязательно признают. Это зависит от воли людей, проживающих. Очень хорошее. Это зависит от воли одного единственного человека, который является президентом Российской Федерации и принимает все политики. Без воли людей это не работает. Я очень сильно сомневаюсь, что будет принято решение о признании какой-нибудь Аришской народной республики. Ого, боюсь, что этого эксперта больше не пригласят на эфир НТВ. Взял и всю правду выдал, что Путин начал войну, потому что ему так захотелось. Они надеются на то, что выражаясь крайне неудачным языком Симоньян, Путин даст заднюю. Вот так вы прицепились к этой правде, говорит Симон. Я не могу, но я любитель русского языка. Мне иногда стало впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то, либо иностранцы. Ну, собственно говоря, они не думают просто. Нет, я серьезно говорю, вы понимаете, ну такие потери колоссальные. Интересно, кто же тогда руководит Россией? Ибо что-то их правитель не постоянен в своих действиях и словах. К примеру, он снова передумал о возможных переговорах с Украиной и теперь, оказывается, готов договариваться с Киевом. Повторяю еще раз, если действительно возникнет такое желание, вести переговоры, мы не отказывались? Не отказывались? А это тогда что было? Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. С началом Курской операции в Кремле уверяли, что в переговорах с Украиной уже вроде бы нет никакого смысла. Путин еще обвинил нас в том, что делает сам. Теперь о никаких мирных переговорах с этим режимом речи быть не может. Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже. Теперь же, оказывается, они совсем не против переговоров. Да и вы заметили, что Путин уже прямо не выдвигает свои ультимативные условия, о которых говорил накануне саммита мира. Тогда он потребовал от Украины отказаться от всех оккупированных территорий и подарить России Запорожье и Херсон. Кремлевский карлик заявлял, что его устроит нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины и ее демилитаризация и деноцификация. Готовность Кремля к переговорам – обман, цель которого – посеять сомнения в рядах союзников Украины и уменьшить поддержку украинских оборонных усилий. На самом деле, ничто не указывает на реальную готовность России остановиться. Кремль каждый раз начинает разговоры о переговорах, когда испытывает трудности на поле боя. Следовательно, это признак очередных проблем у врага, прежде всего в Курской области. Курская область – это, к сожалению, очень большая проблема для нас, и она будет проблемой. Извините, я просто не говорил об этом, но я в течение нескольких лет был вице-губернатором Курской области и немножко представляю, что там происходит. Так вот где, так сказать, порылись все. Очень сложно вот этот показной оптимизм сохранять. А еще Путин солгал и сказал, что он думает о людях, о курянах. Переживает за них так, что спать не может. Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. Они нас просто кинули. Они нас бросили. В итоге обман и ложь. По бумагам, по телевидению, по прессе война уже закончилась. Но война идет месяц войны, месяц. Люди остались без крови, без жилья. Да, какую-то помощь гуманитарную изначально там в Курске по районам выдавали. Сейчас прекратили выдавать. Раз в полмесяца, раз в месяц. А как прожить банка тушенки, консервы, килограмм какой-то крупы или что-то масло банка пол-литровая? Ну и как прожить? Литровая баночка маслицы. Как прожить людям? Вот так на самом деле Путин думает о своих людях. Ему на них плевать. Он и дальше будет продолжать рассказывать, что вторжения никакого нет. Это провокация, что это не украинская регулярная армия, а какие-то ДРГ или, как он говорит, бандиты. Но при этом не скажет, что те бандиты уже контролируют более 1300 квадратных километров территории России. Но сейчас весь этот пиар-эффект уже подсдулся. Это когда на заборе Останкина вместо трех букв НТВ пишут другое слово из трех букв. Это провокация. Путин почувствует и признает войну только если ракеты полетят по Москве. Но для этого нам нужно разрешение. Британцы, например, предлагают тому же Шольцу, чтобы тот предоставил от имени Германии крылатые ракеты «Таурус» для вооруженных сил Великобритании. И в этом случае Лондон весь имеющийся парк своих крылатых ракет «Штормшеддоу» передаст Украине. Вместе с инструкторами и военными, которые будут помогать программировать и использовать. Это реальная угроза. Мы этот алгоритм с постепенным разрешением на те или иные действия или постепенным разрешением на поставки тех или иных видов вооружений наблюдаем уже два с половиной года. И он происходит практически, вот это одинаковый трафарет такой, одинаковый. Сначала Украина что-то запрашивает, а европейцы отвечают «нет» или «наверное нет», или «возможно нет», или «не сейчас», или, может быть, позже. Американцы также отвечают. А потом эта позиция меняется на «ну давайте посмотрим, мы подумаем, обсудим, решим», а потом меняется на «нет, мы все-таки поставим», а потом меняется на «все, уже поставили». Очень хочется, чтобы так было и на этот раз. Это будет справедливо. Потому что россиянам никто не завязывает руки. Они бьют вглубь Украины, в тыл нашей страны и бьют по-гражданским. Нам же дальнобойные ракеты нужны для военных целей. На американской военной авиабазе «Рамштайн» западный военный блок во главе с шефом Пентагона Остиным принимает решение об отмене всех запретов на удары дальнобойным оружием по целям в глубине России. Вполне вероятно, что сегодня Киев организует очередную провокацию, чтобы упростить себе получение заветного разрешения. Прямо сейчас Зеленский встречается с канцлером Германии Шольцем. Переговоры проходят неподалеку от Франкфурта на Майне, где и расположена база «Рамштайн». Германия, утратившая легитимность президент Украины, добирался самолетом из Польши. Украинский борт, смотрите, сопровождали немецкие истребители «Люфтваффе» с железными крестами на бортах. Публично Соединенные Штаты будут все отрицать и говорить, что нет-нет, мы никаких разрешений не давали, и мы еще раз повторяем, что мы остаемся на тех позициях, на которые стояли раньше. Но в кулуарах украинцам подмигнут и скажут, ну вы там не сильно, но действуйте точечно, и желательно, чтобы не очень было понятно, чем вы бьете. Потому что беспилотниками вы и так отправляете по тем базам, которые пытаетесь наше достать. Бейте и ракеты, просто чтобы русские, ну, были у них сомнения. Нет, я думаю, что все-таки до выборов этого даже такого варианта не будет. Я боюсь другого варианта. Мы вчера-позавчера слышали новости о том, что у них какая-то там ракета-дрон новая, якобы там, супер-вундерваффли. Отсутствующий Федоров ее очень хвалит. Новая, значит, ну конечно, естественно. Значит, новая какая-то баллистическая ракета, которая испытания, я боюсь чего? Что они пойдут по другим путем. Это как если бы, например, у каких-нибудь хуситов после сотрудничества Ирана появилась ракета, которая, как бы, у них появиться не могла. То есть, строго говоря, сначала СВО было достаточно времени, чтобы американский западный ВПК помог им сделать, ну, там, скопировать или еще что-то, да. Чтобы таким образом себя обезопасить. Итак, почему американцы не дают разрешения на использование ракет в глубине России? Потому что они надеются на то, что, выражаясь крайне неудачным языком, Симоньян, Путин даст заднюю. Вот так вы прицепились к этой празднике, говорит Симон. Ну, я любитель русского языка, я хорошо учусь. Ну, ладно, так, дальше. Вот, значит, Путин даст заднюю. Если бы они слушали президента на протяжении последних трех лет, то они бы понимали, что, во-первых, в этой стране, в России, решение принимает один человек. Вот, если бы они слушали этого человека, то они бы понимали, что заднюю он не даст, а, следовательно, с моей точки зрения, то, что Россия в какой-то момент может шарахнуть, то ли тактическим, то ли стратегическим, не буду разбираться, ядерным оружием, это вполне вероятно. Но с их точки зрения, и вот эксперты высказывают близкую к ним точку зрения, вот, с их точки зрения Россия на это не пойдет. Значит, теперь Россия. Россия постоянно говорит, и последнее высказывание Лаврова тому свидетельство, что она пересматривает свою ядерную доктрину. Уточнил. Вот, и готова шарахнуть. Вот, а остается... Лавров не говорит, что мы готовы шарахнуть, он говорит, что пересматривает. Ну, пересматривает, да. Не вкладывайте в ваше опасение. Уточняю. Уточняю, да. То есть их пугают. Вот. Предупреждаю. Ход Курской операции убедил их лишний раз в том, что Россия не готова к решительным действиям в отношении НАТО. Курская операция доказала иллюзорность так называемых красных линий России, доказала, что Путина бояться не стоит, показала российскому обществу и странам глобального юга, что Путину важнее захватить город, о котором он ничего никогда не слышал в Украине, чем защитить свои территории. Но он не собирается останавливаться. Он собирается и дальше уничтожать украинские города. Когда мы в западных СМИ читаем приятные для нас заголовки, либо материалы о том, что Украина ослабла, у нее проблемы, поставок нового оружия не будет, Германия не даст, Штаты не дадут разрешения на дальнобойные удары. Вот любые такие материалы мы должны изначально рассматривать как элементы стратегической дезинформации России. Совершенно верно. Не надо эйфории от плохой для Украины и для Запада информации в Западных СМИ. Какая эйфория? Враг на нашей территории. Вот я об этом и говорю. Второй важный элемент. Нам очень важно изменить такой, как бы я назвал, инерционный сценарий реагирования на те или иные действия ВСУ. Потому что в ближайшей перспективе дальние ракетные удары новейшим американским и европейским оружием по целям в глубине территории России. Если посмотреть, чем сейчас помимо операции в Курске занимается ВСУ, ну там мы их выдавливаем и будем рассчитывать, что ситуация уже стабилизировалась, а дальше последуют и соответствующие оперативные результаты. ВСУ бьет по каким объектам в России? Это аэродромы, это топливные базы, это мосты, инфраструктура. В этой связи, ну совершенно очевидные задачи, которые стоят перед нами. Массированный удар по ключевым объектам инфраструктуры Украины, в первую очередь энергетический. Да, мы будем наносить удары, если не американскими, то своими украинскими ракетами и дронами. Ибо на силу всегда найдется своя сила. В Москве вообще не скрывают тактику наносить новые удары после того, как украинские энергетики ценой невероятных усилий преодолевают последствия предыдущих. Так может быть настало время Вашингтону и Брюсселю доказать, что они не слабее Пхеньяна и Тегерана, которые активно помогают России ракетами. Продолжение следует...